так здравствуйте дорогие мои друзья ну что ж сегодня попробую ответы на вопросы на стрим наследство черного колдуна что-то у нас 619 комментариев но к сожалению времени не так много поэтому постараюсь так сказать без комментариев а какие-то только вопросы пройтись быстренько чтобы тут в основном так уважаемый мистик вопрос а женщина попавшая в черный караван наверное сестра шойгу мойгу друзья мои как бы ответить вот на этот вопрос наверное утвердительно так мистика расскажи про медитацию меркаба ну друзья мои в двух словах то не расскажешь что же вы же опытные люди пробуйте нечего рассказывать вы на своем опыте попробовать мистик расскажите пожалуйста при каких обстоятельствах скончался черный колдун ну друзья мои черный колдун найти вот люди такого уровня они как бы предчувствуют они просто как бы ложатся их дух выходит вот и все они просто знают момент своей смерти в чем-то они даже как бы подгоняют то есть они ложатся и дух их уходит и уже не возвращается тела те в тело с тело становится мертвым то есть ну вот обычно так это и происходит для так сказать магов по которым нанесен удар к примеру энергетический у них происходит обычно инсульт или инфаркт то есть вот они занимаются какое-то есть противостояние с какими-то существами и у человека там происходит инфаркт или инсульт и они как говорится уходят из этого мира тоже достаточно быстро а вот такого уровня у них ну как бы они просто останавливают свое сердце так мистик хотелось бы узнать о судьбе лонга в каком он мире и каков его земной путь путь у нас ну а лонга ушел в нижние миры накопилось у него много было я знаю как бы и подключений на нем и разных обязательств много он на беда курил и натворил своим колдовством и умер он от нанесения на него вот как раз энергетического удара который убил его поэтому что можно сказать вот пример он пошел в нижние миры но все равно этот человек сильный талантливый поэтому будет выкарабкиваться наверное подниматься если не провалится дальше так так тут всякие слова 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 отвечают только на вопросы потому что времени мало да все вот утро в томили на промеркаба ну хорошо сделаю отдельные видео по этому поводу потому что как так свой опыт это хорошо так дорогой мистик величие это не мое но некоторые хотелки подразумевал как гордыню как бороться столько всего но гордыни знаете нельзя сказать что никто все подвержены этому этим вещам то есть тут надо понимать что гордыни это не только вы возвеличивание себя но и как бы преуменьшения себя когда вы себя слишком топите это тоже своего рода гордыня то есть надо все время как бы отслеживать и даже не боятся ну был грех гордыни и в конце концов вы его как бы корректируете понимаете в чем смеетесь нас собой когда вы отслеживаете понимаете а вот здесь я ошибся здесь я что-то перебрал здесь не добрал то есть вы все время как бы оцениваете себя со стороны в чем-то критически и смеетесь над собой. Часто юмор позволяет бороться с этой гордыней. Поэтому это, в общем-то, борьба с гордыней это длительный процесс, который ну так и идет. Он тоже тренирует ваши мистические способности. Так, мистика, что своих нет для посвящения? Ну, друзья мои, для меня это тоже вещь такая, то есть, такое обязательство, которое я вынужден выполнять. Некоторые мне пишут, давай там, я тоже приеду, что нужно для этого посвящения. Друзья мои, я специально, вы же знаете, что из меня-то учитель никакой, какой из меня учитель? Но вот какие-то вещи приходится делать, поэтому устраивать это, так сказать, на поток, посвящать, это дело штучное. То есть, для этого нужно и очень опасное, на самом деле, если вы думаете, что это всего лишь какие-то там, такие вот эзотерические курсы. Ну, нет, нет. Возможно, вот сейчас уляжется ситуация, может быть, в стране, станет более благоприятно все, тогда можно будет уделить времени такой духовной работе. Тогда, может быть, будем устраивать какие-то там, ну, беседы, собрания с людьми, которые желают, как бы, понять больше, и у них, может быть, не хватает уверенности в своих силах. Потому что моя задача не чему-то вас научить, а пробудить уверенность вас самих. Вот в чем моя цель. А не то, что я вам какие-то поучения должен нам что-то втирать, вот вы глубокомысленно. Нет. На самом деле, моя задача, чтобы вы почувствовали силу своей души. А те, которые ждут, так сказать, каких-то таких сентенций великих, ну, вам не по адресу. Я не учитель. Еще раз вам это говорю. Так, интересно, мистик, как таможник Верещания, до конца своих земных двей привязан к своему посольству, поселку. Пост передавать некому, крован идет непрерывно. Ну, Лена, в чем-то вы, конечно, правы. Действительно, это меня утомляет. Я привык, как говорится, ну, хочется, хочется поехать. Очень много ждет всяких мест. Но сейчас, действительно, я в чем-то привязан. не могу буквально там 100-150 километров кручусь вокруг этого, как пес на цепи. Ну, это меня утомляет. Но это в физическом теле, в энергетическом, я могу посещать различные миры. Это немножко сглаживает все это, весь этот процесс. Но тоже надолго не отлучишься, получается. Так. Так. За что так? Ну, тут, тут это ответы. Так. Хельга. Ушедший мастер ипостась папы Лекбы. Он заслуживает уважения. Очень хочу встретиться с вами, если у меня есть еще время и боги позволят. Вы правы, сила есть, но ее маловато. Хельга. Ну, вполне возможно, еще это удастся. Действительно. Вот сейчас вот как бы все-таки вот эти события в нашей стране, они достаточно серьезны. И, ну, как бы не до шуток сейчас, не до каких-то вещей. Поэтому, надеюсь, еще удастся. Так. Хельга опять. Остальные присутствующие на обряде 10-го могли принести в жертвы своих детей. Там, со слов, было меньше до 13 человек. Вполне могли, просто это не афишируется. Знаете, ну, кто-то из родственников умер. Знаете, как бы, ну, часто эти люди тоже, они недолюбливают своих родственников. И могут, как бы, вот этот энергетический удар направить, ну, еще и, еще и, так сказать, так. Валентина Августовна. Поздняк метаться, значит, таков мой путь, и надо идти дальше. Согласен. Знаете, когда вы понимаете, это люди обычно, да, ну, так интересничают, там, шаг туда, шаг сюда, думают, ну, все равно это как бы, а потом, в конце концов, знаете, сила уже зацепила вас. И вот это вот, поздняк метаться. Так, Анна Владимировна, знаете, подскажите, с чего начинать накапливать личную силу? Как возможно, только учусь. Друзья мои, а вот для начала, практика, не оставлять хвостов. То есть, намерение, то есть, вы что-то решили, к примеру, понимаете, что надо убраться в квартире, надо убраться в квартире. Понимаете, что что-то сделать надо? Надо сделать. То есть, вы не откладываете на потом, чтобы вы делаете, вот чувствуете надо, вы это делаете. То есть, вы не занимаетесь прокрастинацией. Это прибавляет вашу личную силу. Каждое ваше слово, ваше намерение, становится силой. Вот это важный фактор. Поэтому, ну, плюс, если еще какие-то энергетические практики вы делаете, как бы, тоже важно. Так. Так, Хельга, он на каком-то тоже месте сидит и чистит его. Так, товарищ Мистик, кто может быть следующей жертвой? Да, друзья, очень, очень многие могут быть. Очень многие. В том числе, видите, и множество жертв среди людей. Мы видим, сколько, сколько людей сейчас уходит и какие разные хитрости применяются, чтобы как можно больше утянуть вот в эту воронку. Трагически, трагически, но для этого нам нужна осознанность с вами, осознанность понимания. Так, теперь к вам не только африканцы поедут. Ну, друзья мои, африканцы уже приехали, уже работа ведется, поэтому ничего. Так, на канале только в плюс ребята по всему миру находят места сбора Гаваха. Что думаете? Ну, а что их искать-то? Что их искать? Посмотрите, они вокруг нас. Вокруг нас. Так, вопрос. Черный колдун ушел раньше намеченного срока. Это плохо или хорошо для мира? Не успел всех пометить. Ну, друзья мои, а на самом деле не только же он остался. Знаете, осталась его сила и в чем-то, может быть, не только он может теперь ставить печати черного каравана, а наверное, он кому-то это оставил. Что, возможно, черный караван, то он так и будет идти. Ну, во всяком случае, до какого-то момента. Пока. А энергии-то нужно много, поэтому, а мерзавцев в этом мире еще больше. Поэтому, кто знает. Но, нужно ли афишировать то, откуда эти печати идут и кто их ставит? Опасное дело. мистику у вас бородка. друзья мои, видите, да, я не бритый, но это некоторая часть некоторого такого тоже мистического обряда, поэтому не думайте, то есть, в какой-то момент это все должно уйти. То есть, это тоже не дань какой-то моде или не дань стилистики, а так, мистик мы поняли. Так, победить его той же силой, знать и уважать своего врага, его повадки, тактику его действий. мистик скажи, Один бывал в южных широтах? Ну, конечно, разве, думаете, какие-то расстояния могут сдержать дух, тем более дух божественный? Конечно, да. Так, черный караван идет через место силы в вашем лесу, этим местом силы теперь опасно пользоваться? Ну, в принципе, да. То есть, вот, как таковым лучше не пользоваться, потому что это портал вниз. И, ну, в принципе, он защищен, чтобы случайный человек, просто какой-то гремник, не попал случайно под действие этого. То есть, здесь техника безопасности существует. Возможно, для этого, ну, как бы, я и привязан к этому месту, чтобы, ну, какой-то лишний беды не произошло. Так, у меня вопрос. Можно ли чужой негатив перерабатывать физическим трудом до пота с намерением? Да, можно. Только вы надо намереваться, что это не просто труд, а еще и аскеза. То есть, простое, вот так сказать, ишачение, труд, отличается от аскезы тем, что вы намереваетесь, что это не просто труд, а вы делаете аскезу и делаете это с удовольствием. Не вот с таким чувством, как бы отделаться, как бы вот это все быстрее кончилось, как надоело, а делаете с гордостью даже самую грязную работу, вот это превращается в аскезу. Вы говорите, да, я готов работать, я тружусь, чтобы этот мир стал лучше, чтобы я стал лучше, чтобы переработать тот негатив. Это вот важное чувство. Все внутри вас решается. Так, уважаемый мистик, при любой медитации затылок и шеи становятся тяжелыми. Ну, значит, какие-то есть блоки, скорее всего. На затылке бывает сеть, на шеи тоже разные накладки. Вполне. Вполне. Так. Так. Зачем им передавать это посвящение, чтобы они дальше ставили печати на людях? Нет, друзья мои, это посвящение, это не посвящение в печати. Это просто открытие энергетического зрения. Так что, это не то, что какой-то вот передача, что-то такого, это возможность увеличить их восприятие. И не волнуйтесь. Значит, черный колдун вылечил кремлевского карлика, значит, черный колдун работал на кремлевского демона. Нет, друзья мои, если вы понимаете, что как раз он, его вызвали, чтобы он делал это, но на самом деле он сделал гораздо больше. и что на самом главном стоит печать, и она его тянет, и она его, он ее не может снять, несмотря на все свои потуги. Это действительно так. Поэтому, в этом плане, я ничего не говорю, что черный колдун такой замечательный человек, но в этом плане он сработал достаточно серьезно против этого кремлевского демона. Так, вот Юлия, все верно говоришь, магический путь, он порой страшный, не каждый туда погрузится по доброй воле, если ему показать все его этапы. Лекции гуру слушать комфортно, сидишь на стульчике в красивом положении макияжа, а настоящая магия совсем другая. Да, вот это понимание, что интереснейшие, не какие-то вот игры в духовность, это настоящая магия, это тяжелый труд, это страх, это боль, это пот, это кровь, то есть это на самом деле жесткий процесс, а игры в это, ну, тоже многое это присутствует, как бы вы интересничаете, прикасаетесь к интересной книге, но на самом деле... Так, Мистик, когда и как вы поняли, что вы особенный, в детстве у вас появились способности, благодарю? Ну, друзья мои, вообще эти слова там какой-то особенный, да я, как говорится, вот видите, какой-то странный человек там с таким причесоном, не бритый, поэтому смешно говорить о каких-то особенностях. Ну, вот некоторая чувствительность, конечно, это с детства, вот это ощущение, понимание вот этого мира, ну, вот, наверное, так. Столько этих этапов, знаете, ну, вот я вам какие-то рассказы рассказываю, вот в них это и заключается. Так, маме 84 года, всю жизнь была страшной мясоедкой, заболела с сахарными, в последний год она стала отказываться от мяса с большим удовольствием есть каши, молочные овощи, никакой сахарный диабет, получается, не требует мяса. Ну, друзья мои, действительно, видите, ну, уже интуитивно, то есть, накопив такой груз кармы, люди стараются, как бы, скинуть это, даже, вот, интуитивно. так, друзья мои, здравие, мистик, если колдуны из Африки хотели приехать к тебе на инициацию, что ж такое, так, значит, они хотят овладеть тайнами русского духа, чтобы победить богатыри Руси, ну, друзья мои, нет, это все не так, поэтому, так, так, очищение дома, вот, Наталья Анатольевна, провожу практику очищения дома, внучка, часто внимательно смотрит на входную дверь, машет ручки, пытается поиграть, смеется, ну, вот, видите, ребенок видит души, ваше очищение, вы, как бы, гоняете этих всех, так, здравствуйте, мастер, уж не знаю, как вы этого черного превозносите, душегубок класса, рядом не стоял, походу перебрал с критической массой, вот его и выкинул за пределы, ну, можно и так сказать, я просто говорю вам разные вещи и ни в коем случае не говорю, что это там какой-то святой человек, но все вот именно переплетено в этом мире и черное и белое. Так, серый путсман, мистик, давно хотел узнать, как идут дела земные, растения ваши поживают, будущее, рожай подрастает. Ну, друзья мои, да, у меня в теплицах есть, в этом году не так много я посадил, но также занимаюсь, работаю с растениями. так, 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 Миронушка, вопрос, геопатогенные зоны земли, их воздействие и влияние, если дом на этой зоне, как защититься и избавиться? Ну, если у вас дом на этой зоне, попытайтесь вот энергопотоками и намерением своим чистить это пространство, вкладывать намерение, что оно благоприятно для вас и ваших близких, то есть перерабатывать, также перерабатывать негатив, чтобы он был полезен, то есть энергия, это энергия, ваше дело дать ему направление. Подарки черного колдуна получили все, кому они предназначались. Ну, возможно, не все, кто его знает, знаете, кому и что, это, знаете, такие вещи. Наверное, все, что произошло, так и должно было быть. Так, Мистик, подскажи, если девушка приходит замуж, к какому роду она должна медитировать, роду своих родных или роду мужа, и то, и другое, то есть это все-таки сочетание, понимает, вы не должны забывать свой род и должны уважать род своего мужа, тогда будет гармония. Не надо ничего превышать, сказать, все, там, я из этого рода ушла, теперь я в другом, нет, не все. Так, друзья мои, Мистик, скажите, как отличить визуализацию и фантазию от реальности. Ну, вот это игры вашего разума, то есть вам надо просто делать, стараться делать практики созерцания, чтобы ваш внутренний диалог был у вас под контролем. Тогда и вот эти вот вещи, а то вы думаете, то ли правда, то ли нет, то ли правда, то ли нет, на это вы тратите огромное количество ваших усилий и энергии. Поэтому только практика, только ваш личный опыт позволит вам наконец-то перестать сомневаться, потому что эти сомнения отнимают большую часть вашей силы. Так, что значит рожден, если рожден на Пасху? Ну, ничего, кто-то, кто-то рожден в Новый год, кто-то рожден в 8 марта, кто-то рожден на эти 29 февраля, то есть раз в 4 года день рождения праздновать. Но приход ваш в этот мир, вы его выбрали, ваша душа. Означает он, конечно, там существуют астрологические какие-то карты, там когда, почему, в каком месте вы родились, но это индивидуальная ваша вещь. То есть, что это какая-то привязка к какому-то церковному эгрегору, ну нет, в конце концов, вы решаете. Так, здравствуйте, благодаря вам вашим практикам объединила семью, помирила своих взрослых сыновей. Спасибо, дорогой друг. Вот очень приятно, вот человек сам начал работать. Не просто думал, сделайте мне что-то, вот сделал, попробовал на себе какие-то практики, на практике попробовал, и получился эффект. Это в этом не моя заслуга, а заслуга вот этой женщины, которая поверила силой своей души и для своей семьи сделала благо. Вот, о чем я вам говорю. Не надо слушать, там, верить, не верить. Вообще, это не об этом разговор. Разговор о том, что вы должны почувствовать силу своей души и работать, а не то, что думать. Ах, почему же? Так, а как наш драгоценный паук создавал свой мир? Так же, как и колдун? Нет, немножко по-другому. По-другому. Это был мир в мире, то есть, он связан с нашим миром. Поэтому, ну, как бы, отгородился какой-то участок, закрыл его. Но технологии, они, в принципе, похожи. Так. Так, мистику моего внука аллергия. Понимаю, надо прогонять потоками. Вот, откуда прикладывать руки, насыщая энергией. Ну, по чакрам лучше, вот, как бы, прогонять через него потоки. Дышите, как бы, и через себя, и через него. Смотрите, вот, каким-то, ну, видением, просто, или чувствованием, а где вот эти точки на его теле, вот, где вы видите какие-то пятна, или какую-то вот вибрацию нехорошую. Вот туда и надо прикладывать руки, и, там, энергией насыщать. Так, почему, когда вырываешься, вокруг умирают окружающие люди, даже друзья, либо начинают сильно болеть? Ну, пространство вас тестирует. То есть, надо не вырываться, то есть, через близких часто оказывается давление. Не вырываться, а тоже помогать им, прикрывать, чистить их, даже если это, ну, вот, тянуть, потому что близкие, это тоже вещь, ну, то есть, не вещь, а кармическая ваша ответственность. То есть, вырваться сами, вы просто, просто не сможете. Надо поддерживать, чтобы они не болели, чтобы, тем более, на них не сказывалось. Просто, ну, как бы, некие силы пытаются вас сбить с этого пути. Так, как узнать, что есть личная сила? Накапливаешь, а что? Ну, это тонкое ощущение, это ощущение вот такого счастья, что вы даже в сложных обстоятельствах, вы чувствуете, что у вас внутри есть эта сила, такой стержень. Вот это вот, его не перепутаешь, это ощущение, даже в сложных условиях вы чувствуете себя, вот такой драйв какой-то, уверен, что вы победите. вот она тогда накапливается. так, как там Мурзик поживает? Игорь ККК. Ну, не знаю, кого-то вы имеете в виду под словом Мурзик. Уважаемый мистик, какой обряд должны пройти ученики, что будет, если они его начнут проходить и не пройдут до конца? Ну, в принципе, ничего не будет, я думаю. Я думаю, что, ну, не пройдут, просто уедут. Может быть, в следующий раз. То есть, это не значит, что там прямо, это зависит вот от мастерства ведущего. Как вы чувствуете, человек не это, не тянет, чтобы не травмировать его. Ну, он просто значит не готов. Вот и все. Там, может быть, в следующий раз, когда-то, где-то, в другом месте. Так, мировое правительство стремительно избавляется от насинения. А что же тогда бесы кушать будут? Зачем же резать все стадо, если оно тебя кормит? Ну, понимаете, для паразитов, вот как, вы движете, даже чиновники, уничтожают тот же бизнес, на котором они кормятся. Они, им нужно здесь и сейчас. Они не, не строят планы в будущее. Поэтому, быстрее сожрать, пока другие не сожрали. То есть, а если не съедим, то понадкусываем. Так, дорогой мистик, как определить полукровок, рептилоидов, инсинктоидов? Ну, для этого чувствительность должна быть. То есть, вы чувствуете, смотрите и чувствуете нечеловеческую энергию. То есть, нам надо вырабатывать себе это. Только, только практикой. Так, вот какие-то признаки, знаете, они могут быть, ну, не совсем верными. так. Вы сказали, черти не получают энергию земли из-за копыт. Я думаю, демоны вообще связаны с энергиями земли. Не все, а инопланетяне, а как же животные с копытами? Ну, друзья мои, я сказал, в несказательной форме, потому что, знаете, духи-то, они не в физической форме. То есть, вот как бы, эти копыты и рога, но они же могут приходить совершенно в других обличиях. То есть, брать на себя не только не в копытах, а даже приходить в ангельских одеждах. То, что не привязывайтесь к материальному. Но, вот, они питаются вот этой энергией страдания. Не привыкли к ней. Они не могут подключаться к энергиям. Не все, конечно, есть и природные духи, которых вы можете воспринять как демонов. Они живут на природной энергии. Но, вот, вот эти бесы, которые питаются людьми, там, голодные духи или какие-то, они не могут питаться. То есть, они питаются через вас. Как, в принципе, и вы. Вы же не можете вот есть землю и пить воздух. Вы питаетесь, так сказать, мясом, либо овощами, либо какими-то злаками. То есть, вы питаетесь, а вот, вроде земля, да, имеет энергию, воздух имеет энергию. Вы этим питаться не можете. Вот, для этого существуют медитации. Так, ну что же, друзья, не на все успел ответить. Время, время поджимает. Время поджимает. Ладно. Мистик, а ты знаешь, в каком году закончится твоя работа с черным караваном. Ну, по большому счету, наверное, да, догадываюсь, догадываюсь. Поэтому, можно ли душу папаши в меры голодных духов вытащить, именно вытащить оттуда, не просто намерением, а с помощью особых практик. Есть ли такие? Ну, есть, но это зависит больше не от практик, а от силы вашего духа и от ваших намерений. То есть, если у вас есть, можно душу поднять из самых глубин ада. Но для этого вы должны быть, ну, решиться. Так, скажи, как относиться к приобретению бубна не для частных практик, в плане того, что на его изготовлении была загублена коза. Ну, знаете, друзья мои, да, знаете, было загублено и дерево, кроме этого. То есть, ну, во всяком случае, если вы не сами это сделали, то есть, уже есть, есть какой-то бубен, есть кожа этой козы, вы для нее, для ее, вот этой духа делаете благо, потому что вы используете для, если для блага этот, используете бубен для лечения, для очищения пространства, значит, и часть этой энергии, благости, переходит вот этим душам, которые отдали свое тело. То есть, надо быть благодарным этими. Так. Ну, выходит темный колдун, навешивал печати в темную. Мне кажется, нет. Нет, конечно, это не так. Ладно, друзья мои, видите, уже полчаса, времени не хватает. Вот, на этом заканчиваю ответы на вопросы. на какие не ответил, значит, постараюсь ответить в каких-то других стримах или вот в этих беседах. Все, дорогие мои, пока, счастливо.